Волгу сегодня начали чистить от нефтяных пятен. Напомню, разлив нефтепродуктов зафиксировали на реке в районе Борского моста еще в начале недели. Тогда было созвано срочное совещание, на место выехала комиссия. И вот сегодня специалисты Верхневолжского отряда аварийно-спасательных и экологических операций начали специальную операцию по локализации разлива. Они вывели на воду специальные боны, которые удерживают нефть от дальнейшего разлива. Сейчас мы установим заградитель бонов заграждения, который локализует выход нефтепродуктов и прибивает его к берегу, чтобы удобнее было собирать. Это исторически накопленные нефтяные остатки, которые использовались на территории Бурнаковской низины и озера Гудронов, и мазутные хранилища, и озера, где велась борьба с малярийным комаром в 30-е еще годы. То есть такой достаточно богатой истории. Ежегодно во время таяния снега воды здесь грунтовые становятся выше, чем уровень реки Волга, и вместе с нефтепродуктом идут в Волгу. Специальный материал, который впитывает мазот, замазоченные пятна, все остальное такое, что связано с нефтью. Вот тут, видите вот это пятна? Вот это замазоченность. Боновые заграждения устанавливаются, поджимают, со стечением поджимает нефтепродукт к берегу, к урезу воды, и отсюда уже собирается с помощью ассорбционных материалов или нефтесборочного оборудования. Данные технологии, могу сказать, что это пока первичные меры, потому что будем наращивать усилия, будем привлекать дополнительные силы и средства. В настоящее время проводится вот так, будем сказать, разведка. На сегодняшний день вся подготовка воды идет строго со всеми требованиями действующего законодательства, поэтому, поверьте, это один из важнейших вопросов безопасности жителей.